Здравствуйте, дорогие соотечественники. 3 ноября 2021 года. Я уже говорил, нет страны богаче, чем Казахстан. Нет народа беднее казаха. Вот настала зима, хоть и осень на дворе, холод, там минус 20, обещает. И началось опять повторение. То, что происходит ежегодно. Казахи начинают драться между собой за уголь. Как вы-то знаете, в недоразвитых странах в Африке так не делают, потому что в Африке снега нет. Если в Африке снег был бы, то там бы, наверное. Но нигде в мире такого не происходит, только в Казахстане дерутся за уголь. В богатейшей стране миллиарды тонн Казахстан располагает угольными разрезами, добывает их, экспортирует. А этим казахам угля нет. Вот видео такое шокирующее, да, казахская женщина там кидается на экскаватор, чтобы очередь отвоевать себе. Субтитры делал DimaTorzok Это надо до какой степени докатиться, да, чтобы вот так унижать мать женщину. Там смеются люди. Для них это привычная картина. Вот эти автомашины ЗИЛ, 130-е, 1970-го какого-то года выпуска. Вот по всему Казахстану вот эти тупики 1960-го года выпуска. Вот эти машины там разбитые. И вот эта вот традиция. 6 утра занимает очередь там, 50-60 машин. Он пригоняет 3-6 вагонов, и все там начинается грызться, толкотня. А драк-то ходит. В 18-м году такое хорошее, как кульминация этой драки была, да, это все слышали, наверное. Именитый казахстанский спортсмен погиб в очереди за углем. Это семей город, да. Вот молодой парень, чемпион мира, джудаист. Его убили ломом за уголь в очереди. А сколько происходит каждый день драк, количество людей друг друга. Вот поджигать себя хотел человек. Полицейский приехал, он хотел себя поджечь, ему лишили очереди. Айтасы, десек, комментарии айтмаймыз, дейдь. Порхат байар. Бірау, оздор айтудыр, екайда біне бір кеп түрін. Көмір айтудыр. Біздің Қазақстан елдің 160 миллиард тонна қор барды көмірдің. Көмір ауамметр үріне. Кысын үзі біраи болды, ата кеттен сезон бастауға. Көмір жоқ. Көмір ауамметр үріне. Біздің үзі бірау көмірді үріне. Біздің үзі бірау көмірдің үзі бірау көмірдің. үзі бау көмірдің үді бірау көмірі қор барды жарлысты бірау көмірді. Мүлі Patusздан үзі бірау көмірді Indigenous bareмай tel serial апару көмірділі. Мільярды тонн32 үзі бірау көмірді жоқ көмірді бірау көмірді пөмен. Рядом стоят Норвегия, рядом с Норвегией по запасам Казахстан, Азербайджан, Узбекистан. Полностью Казахстан можно было и нужно было обеспечить газом, но нет. Газ идет в Китай, газ идет через Россию, за копейки Россия берет воду Назарбаева и продает сюда, в Италию, в Европу. А казахи, как вот эти, я не знаю вообще, как это, дикари какие-то, да. Да, скоро и угли будут недоступны, будут заготавливать кизяк. Вот если так себя вести, как послушные рабы, не приступать, так сказать, закон, черту, который Назарбаев очертил. Он говорит, не выходи на митинг, не спрашивай ничего, вот так живи, как я тебе обозначил. Вот рабское существование. Сознание надо менять, друзья, так нельзя. Можно бесконечно говорить о проблемах насущных, которые у нас в стране. Цены растут, к концу края ему нету этих проблем и не будет. И они будут каждый днем нарастать. 6 ноября запланирован ас семье Булата Агадила. Родственники, мать проводят 6 ноября в Талабкире ас поминки Жамбулату Агадилу, которого в прошлом году в ноябре убили. В феврале сына убили, в ноябре внука убили. Я призываю граждан страны пойти на этот ас, прочитать молитвы, поддержать семью и не расходиться, а сразу выйти к аккорде. Не куда-то больше, а именно к аккорде. В прошлом году, когда похороны были, я пытался докричаться до организаторов, чтобы как ас будет, не расходились люди. Даже на ас, не хотя, выходили к аккорде, брали за глотку, тот вопрос стоял, чтобы расследовали. Ну, видим, что расследований никакого не было. Вот Токаев через 2 дня прямо точку поставил, никакого убийства нет, он умер от сердечной недостаточности. Это президент так надавил, собрал прокуроров, судмедэкспертов, все. За Булата Агадила никто не ответил, за его сына никто не ответил, и так и будет. Поэтому у нас один единственный способ остановить этот их беспредел, добиться отставки преступного режима Назарбаева. Каким образом, еще раз, на 6 ноября народ собирается, найдите время, выделите время, поедете на Аст-Алабкер. И сразу после этого я призываю граждан страны выйти к аккорде и за все сделать спрос с Назарбаева. Вытащите его оттуда, с этого бункера, эту тварь. Токаеву пусть отвечает на все вопросы, которые накопились. Если народ сделает так, 6 ноября выйдет к аккорде, вот именно по этому поводу, весь народ восстанет. Сейчас ситуация накаляется с каждым днем, нужен триггер. Я хочу, чтобы именно триггером послужило именно вот это мероприятие. Для памяти Дулата Агадила, Жамбулата Агадила, нет большего, лучшего действия, чем народ, вышедший на площади. Дулата Агадил сам всегда призывал, он и мечтал об этом, чтобы народ вышел на площади. Поэтому мы обязаны воздасть дань нашу Батыру и выйти на площади 6 ноября. Я к этому вас, дорогие друзья, призываю. Вот сегодня в Павлодаре, вы с Павлодара, Жанат Нуркишев выезжал там с товарищами, Асет Абишев, еще полицейские местные арестовали их там незаконно. Когда, якобы, будем освидетельствовать, когда Жаната Нуркишева везли нас в действование, машину, ключ остался у этого Асета, они Асета избили, машину забрали, на штабстоянку закрыли, чтобы они не поехали. Страх их заставляет так поступать. Три человека собиралось, они из Павлодара. Вчера в Шимкенте три гражданских активиста тоже планировали выехать в Астану, Талабкер, Файзулайферлан, Аштайюшанмурат, Абильданов, Абильдаевнуржан. Абильдаеву 10 суток, а остальным по 5 суток арестовали, чтобы они не попали. Вот видите, самая болевая точка этого Кащея Бессмертного, они знают, от чего этот режим упадет, этот Кащей умрет, когда народ соберется. Поэтому они вот в Шимкенте, Павлодаре, в других местах, хоть один, хоть три человека стараются задержать. Весь УВД работает. Я обращаюсь в первую очередь к жителям Астаны и окрестностей, аулов. Собирайтесь, 2-3 тысячи человек, которые соберутся на площади перед Акордой, послужат триггером казахской бархатной революции. У нас другого выхода пути нету. Поэтому нам надо набраться решительности, мужества сделать это. Не надо ждать опять там 16 декабря, еще чего-то, чудес не бывает. Только тогда, когда ты сам примешь решение, сделаешь шаг, вот только тогда можно рассчитывать на хорошие, добрые изменения. Дорогие друзья, еще раз призываю, 6 ноября Талабкер на АС.